Штаб по защите интересов бизнеса создадут в Приморье. Такое поручение дал в Рио губернатора Андрей Тарасенко. Глава региона провел рабочую встречу с уполномоченным по правам предпринимателей Мариной Шемилиной. Бизнес-омбудсмен представила главе региона доклад о своей деятельности за прошлый год. Взять землю под фабрику, установить рекламу, получить разрешение всех надзорных органов. Начинающий предприниматель сталкивается с трудностями на всех этапах. Евгений Шкарупа – один из тех, кто помогает молодым бизнесменам создать свое дело. Из трудностей можно перечислить, как я уже сказал, сложности при регистрации. То есть на текущий момент по 115 ФЗ новому юрлицу достаточно сложно открыть счет в банке. Второе – это сложности, связанные с обилием нормативных актов и законодательных различных норм, которые начинающий предприниматель физически не может все знать. Для поддержки предпринимателей в Приморье уже работают институты, несколько общественных организаций и уполномоченные по защите прав предпринимателей. Марина Шемилина каждый день получает десятки заявлений с разных районов Приморья. Коммуникации бизнеса и власти, если их нет, это всегда проблема для бизнеса. И не только для бизнеса, но и для власти тоже. Потому что для того, чтобы в крае, в регионе был нормальный инвест-климат, должен быть нормальный диалог. И люди должны не просто разговаривать друг с другом, слушать друг друга, но должны и слышать друг друга. Институты по защите прав предпринимателей появились в Приморье давно. А с приходом Андрея Тарасенко стало понятно – взаимодействие бизнеса и власти в регионе будет только налаживаться. В Рио губернатора назначили в октябре 2017-го. А уже через месяц, в ноябре прошлого года, Андрей Тарасенко встретился с приморскими предпринимателями. Из сферы строительства, туризма, современных технологий стороны обсудили, как развивать бизнес, чтобы он не создавал неудобств жителям Приморья. В приоритете – избавиться от точечной застройки и налаживать работу с зарубежными партнерами. Чтобы мы вместе в одну ногу двигались и могли друг друга слышать. Бизнес и краевая власть наметили новые возможности для совместной работы. Накануне глава региона Андрей Тарасенко встретился с уполномоченным по защите прав предпринимателей. Марина Шемилина представила главе региона доклад о своей деятельности в 2017 году. Андрей Тарасенко дал поручение создать в крае штаб по защите интересов бизнеса. В него войдут эксперты разного уровня, в том числе федерального. Вообще, подобные организации работают во многих регионах страны. В Приморье штаб по защите интересов бизнеса будет не только помогать предпринимателям преодолевать административные барьеры. Еще одна задача – бороться с теневым бизнесом. Стихийные рынки, производство товаров, без лицензии, продажа контрафактного алкоголя – все эти виды деятельности не приносят налога в казну. И вообще, опасны для жизни людей. Теперь с недобросовестными предпринимателями будут бороться на более высоком уровне. Анастасия Ярошенко, Алексей Зданович, Панорама.